Привет спортсменам и болезням! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой был счет в матче любимой команды? Вам сюда! Это программа «Дополнительное время» — еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы тогда на старт? Внимание! Марк! Ну что, начнем сегодняшний выпуск с новостей мини-футбола. Команда «Сарова», в составе которой были спортсмены «Арфеа Цемнев», успешно сыграла на девятом межрегиональном турнире по мини-футболу в Чебоксарах. Конкуренцию хозяевам составили восемь команд из Елабуги, Кирова и Сарова. По итогам матча команда «Сарова» смогла повторить успех пятилетней давности. В упорной борьбе завоевала кубок и медали за первое место. Лучшим вратарем признан альсаровчанин Алексей Чевкунов. Несмотря на морозную погоду, любители бега не отказывают себе в удовольствии поучаствовать в соревнованиях на открытом воздухе. В Саранске на днях состоялся пробег «Испытай себя-2018». В нем приняли участие 52 человека из Мордовии, Москвы и Сарова. Дистанцию каждый выбирал сам, минимальность составила 10, а максимальная — 50 километров. На дистанции 50 километров третье место занял саровчанник Максим Кистанов. Продолжаем. И на очереди плавание. 7 и 8 ноября на Бару прошло первенство Нижегородской области по плаванию среди юношей 2005 года рождения и девушек 2009 года рождения. Даниил Судин завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем. Анна Гринина стала четвертой на дистанции 50 метров брасом. Занимаются спортсмены у Виктории Шалыгиной. 9 ноября в Альметьевске завершился всероссийский юношеский турнир по бадминтону «Альметьевск Оупен». Эти соревнования — этап первенства России 2018-2019 года. Воспитанник молодежного центра Павел Кудашкин завоевал на турнире третье место в одиночном разряде. Тренирует спортсмена Елена Тачилина. Саровчане приняли участие в областных соревнованиях по туристическо-краеведческим походам среди учащихся образовательных учреждений. Слет прошел в лесном массиве в районе железнодорожной станции Рекшина на Бару. В соревнованиях приняли участие 34 команды, более 300 участников. Задачей было составить маршрут на основе судейских данных и пройти его с соблюдением низки маршрута, правил техники безопасности, а также выполнив теоретические и практические задания на этапах. Саров представляли команды лицея номер 15 и школы номер 20. Ребята стали призерами в старшей возрастной группе. 9 ноября в Санкт-Петербурге состоялся финал чемпионата мира по прыжкам на двойном мини-трампе. По итогам квалификации лидировал выпускник Саровской школы акробатики, титулованный спортсмен Михаил Заломин. И это шестая медаль в карьере саровского спортсмена. Отличный результат. В Сарове на прошлой неделе прошел один из главных турниров по единоборствам чемпионат органов безопасности Привозского федерального округа в памяти капитана Александра Майорова. В этом году в турнире приняли участие 8 команд из Нижнего Новгорода, Пензы, Выкса и Кстова. Саров представляли бойцы городской федерации рукопашного боя и клуба Панкратион. Им нельзя говорить много о своей работе. По долгу службы на их плечах лежит ответственность за безопасность всей страны. Раз в год в наш город приезжают силовики из различных подразделений Приволжского федерального округа, чтобы почтить память своего коллеги капитана Александра Майорова. На этих соревнованиях спортсмены не гонятся за медалями и первыми местами на пьедестале почёта. Участие в турнире – это дань памяти и дело чести. Мы, как граждане своей страны, должны заботиться о безопасности своего отечества. А с другой стороны, конечно, это воспитание настоящего мужского начала. Пример как раз Александр в борьбе с терроризмом на Кавказе – как раз тот самый лучший пример. Он тоже воспитывал и закалял свой дух. Саровчанин, сотрудник регионального отдела специального назначения ОФСБ России Александр Майоров, героически погиб в 2001 году при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Он был кавалером Ордена Мужества и награждён медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Александр был воспитанником Саровской спортивной школы и имел звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Люди помнят об Александре. И пока мы помним о нём, ну вообще о тех людях, которые защищали родину, которые погибли при исполнении, пока мы об этом помним, это хорошо. Наш город принимает этот турнир в 15-й раз. В этом году в нём приняли участие команды из Нижнего Новгорода, Пензы, Выксы, представители Академии Самбо города Кстова, Федерации рукопашного боя города Сарова. Всего 8 команд и 58 человек. Среди них 10 мастеров спорта, остальные – кандидаты в мастера, либо спортсмены, имеющие первый разряд. Турнир памяти Александра Майорова проводится с 2003 года и с 2009 получил статус чемпионата. Это не только работает на внешний имидж города, потому что, конечно, очень много славных страниц истории, связанных и с духовностью, и с ядерным щитом, но сегодня пишется каждый день новая история. Победитель турнира определялся в каждой весовой категории. После старта соревновательного дня спортсмены встретились в отборочных поединках. Те, кто показали лучшие результаты на этом этапе, получили путевки в полуфиналы. Судьба первых мест на пьедестале почета решилась в финальных схватках, где на татаме вышли те, кому на этих соревнованиях не было равных в рукопашном бое. Своим участием они отдают память Александру Майорову. И популяризация данного вида спорта показывает хороший пример для молодежи, для патриотического воспитания. По итогам турнира определились победители и призеры. Лучшие спортсмены этих соревнований также получили призы от спонсоров. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Старов, 24. Мы уже не раз рассказывали про мальчишку по имени Александр Карасев. Известен он тем, что в свои 10 лет успешно выступает на различных соревнованиях по боксу. В этот раз спортсмен и его тренер вернулись из Заречного с победой. Все подробности в репортаже Ирины Вышегородцевой. Занимать первые места на городских, областных и всероссийских соревнованиях Александру Карасеву не в новинку. В свои 10 лет он упорно тренируется и отрабатывает упражнения на выносливость, силу воли и меткость ударов. На всероссийском турнире по боксу в Заречном Александр Карасев в очередной раз подтвердил титул чемпиона и стал победителем в своей весовой категории. Были очень сложно в последнем бою, потому что он был у меня выше на голову, а я победила из-за того, что мне помогал тренер своими подсказками. Каждый боксер ставил перед собой цель победить соперника и привести домой награду высшей пробы. В этом году Александру Сущевскому справиться с поставленной задачей не удалось. На турнире имени Михаила Проценко молодой человек занял третье место. «Спортсмену не хватило всего лишь несколько очков до заветной победы». Обидно, как бы у меня все надеялись, что я займу первое место, выполню кандидат на мастера. Ну, во всем бывает свое огорчение. В следующем году постараюсь привезти сюда, в наш город, первое место, все-таки взять кандидат на мастера спорта. Всего в турнире приняли участие 15 команд из 9 регионов страны. За титул чемпиона боролись более 200 спортсменов. Соревнования дают боксерам возможность проверить свое мастерство, отработать новые комбинации и испытать тактические приемы в поединках. Эти соревнования, я бы сказал, очень высокого уровня. Есть что посмотреть, чему поучиться. В первую очередь, для меня я хочу также организовывать такие же здесь турниры, на таком же уровне приглашать гостей. Поэтому есть чем поучиться и, соответственно, такой богатый опыт хороший. Сегодня соревнования готовятся к очередным всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Рязани 20 ноября. А уже в начале декабря они отправятся отстаивать честь города в Тольятти. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. 10 ноября стартовал чемпионат Нижегородской области по хоккею среди команд Высшей Лиги. Хоккейный клуб «Саров Инвест», выигравший в прошлом сезоне чемпионат в Первой Лиге, дебютировал на новом уровне в Держинске, где сразился с прошлогодним чемпионом Лиги Высшей. Игра получилась очень напряженной. Одолеть наших ребят-хоккеисты Урана смогли только из-за удаления в нашей команде в самом конце матча. В эту субботу в Ледовом дворце состоится матч чемпионата Нижегородской области среди мужских команд Высшей Лиги. ХК «Саров Инвест» принимает у себя ХК «Павлова». Начало в 13 часов. Вход свободный. Приходите поддержать наших ребят. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неуначей. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!